История созидательного духа Тяньши. История 13-я. Предубеждение и необычный эксперимент. После распада Советского Союза китайская продукция легкой промышленности хлынула в Россию. Случилось так, что основная масса товара оказалась некачественным ширпотребом, снискавшим дурную славу. За китайскими товарами надолго закрепилась негативная репутация. Однажды, будучи в Москве, господин Ли Цзэнь Юань увидел в витрине универмага большой плакат «Китайских товаров в этом магазине нет». Именно в такой сложной ситуации деловым партнерам Тяньши предстояло продвигать продукцию на российском рынке, вошедшем в число первых 37 стран, где внедрялась бизнес-модель корпорации. Даже посетив презентацию, послушав рассказ о компании и познакомившись с продукцией, люди отказывались ее покупать. Так велико было предубеждение против китайских товаров. Однажды господин Ли Цзэнь Юань сам проводил ознакомительное мероприятие и рассказывал о свойствах и преимуществах кальциевой продукции Тяньши. После его окончания слушатели покинули помещение, не сделав покупки. И только одна женщина спросила, у нашего щенка сломана лапа. Не могли бы вы дать мне попробовать, как действует порошок с высоким содержанием кальция? Господин Ли Цзэнь Юань засмеялся и удовлетворил ее просьбу, дав несколько коробок. Женщина вернулась через несколько дней и рассказала, что действительно подсыпала кальциевый порошок в корм собаке и сломанная лапа быстро зажила, щенок стал активным и игривым, улучшилось состояние его шерсти. Эксперимент убедил женщину в пользе продукции, и она купила не только порошок с высоким содержанием кальция, но и капсулы с мицелием кардицепса. Женщина стала дистрибьютором и при следующих посещениях офиса рассказывала, как улучшилось ее самочувствие, появились силы, повысился иммунитет. В скором времени несколько видов продукции тяньши прошли проверку российскими государственными органами по контролю за гигиеной пищевых продуктов. Экспертиза показала их полную безопасность и эффективность для здоровья. Более того, БАДы тяньши прошли экспериментальную проверку в Международной академии проблем человека в авиации и космонавтике и были рекомендованы для поддержания профессионального здоровья летного состава при интенсивной деятельности. Таких историй в разных странах и регионах было множество. Они передавались из уст в уста и способствовали ускорению развития региональных рынков. Всего за три года тяньши добилась поэтапной победы в освоении зарубежных рынков. 3 августа 2000 года тяньши провела свою первую праздничную международную конференцию в Москве.